В чем особенность православного монументального искусства? И не нужны ли в современной России памятники коммунистическим вождям? Об этом в программе «Люди Церкви» с членом-корреспондентом Российской Академии Художеств, доктором искусствоведения Юрием Савельевым. Здравствуйте, Юрий Ростиславович. Здравствуйте, Олег. Архитектура, монументальное искусство. В какой момент своей жизни вы вдруг поняли, что именно это ваше призвание? На самом деле это семейная традиция. Моя мама архитектор, дед и прадед инженеры. И, наверное, то, что занимаюсь архитектурой, а сейчас история архитектуры, это вполне естественно для нашей семьи. Но, наверное, в судьбе каждого творческого человека происходит событие, которое является толчком к его будущей судьбе. Таким событием в моей жизни явилось посещение Новгорода Великого. Еще когда я учился в школе, я впервые увидел средневековые храмы этого города. И они настолько меня поразили, что это, наверное, определило мою дальнейшую судьбу и то, что я занимаюсь архитектурой и сейчас историей архитектуры. Значит, впечатление именно церковной архитектуры стало тем толчком? Безусловно. А сама церковная жизнь, она тоже была в вашей семье изначально или воцерковление ваше произошло позже? Воцерковление мое произошло, к сожалению, позже, как и многих, наверное, наших соотечественников. Хотя традиции нашей семьи, безусловно, традиции церковные, поскольку отец моего прадеда, тамбовский священник Василий Яковлевич Колчев. И здесь уместно вспомнить о том, что духовник нашей последней императрицы, предпоследней императрицы Марии Федоровны, отец Леонид Колчев, также был, наверное, его дальним родственником. «Власть и монумент» — это одна из ваших книг, монументальных книг, которые свидетельствуют о связи между тем, как формируется монументальное искусство в той или иной стране, и тем, какая власть в этой стране, в этом государстве. На ваш взгляд, какой главный принцип соотношения между типом власти в стране и монументальным искусством, и его характером, экспрессивностью, основными чертами? Ну, конечно, какова власть, таковое искусство. И история нашего Отечества говорит о том, что российская власть всегда уделяла монументальному искусству очень большую роль. И всегда основные произведения монументального искусства, которые создавались в нашей стране в той или иной степени, созданию этих произведений покровительствовала государственная власть. Поэтому, конечно, между созданием, скажем, памятников, вот то, о чем говорится в моей книге, и покровительством государственной власти здесь было прямое соотношение, прямая закономерность. И тем императором, который в XIX веке особенно покровительствовал монументальному искусству, был наш царь-миротворец Александр III. Именно в его царствовании сооружалось самое большое количество памятников, не только императорских, о которых говорится в этой книге, но и вообще памятников. И именно этот император уделял развитию искусства и культуры в нашей стране очень большую роль, пожалуй, больше других императоров этого столетия. Свидетельством, чего, на ваш взгляд, является колоссальность монументального искусства. Так или иначе, в каждую эпоху есть свои памятники, свои проявления монументальности в тех или иных произведениях искусства, архитектуры. Но в одну эпоху их очень много, в другой эпоху их очень мало. В одну эпоху они действительно исполинские, действительно какие-то очень масштабные. В другую эпоху они усредненные, более заурядные. Это зависит от чего? Вот с точки зрения церковного искусствоведа, церковного историка архитектуры. От тщеславия эпохи, от тщеславия людей, живущих в конкретный период. Или это зависит от отношения к человеку, к Богу, от восприятия самого человека перед Богом. Какой ты? Вот я ставлю себе памятник, я позволяю ставить памятник себе царю. От чего это? Ну, на самом деле, вы задали очень сложный вопрос, поскольку качество искусства не зависит от монументальности. Скажем, в веке XX изумительные произведения искусства создавались в малых формах, поскольку область монументального искусства скорее принадлежала области пропаганды, чем истинного искусства. Если говорить о XIX столетии, то в России монументальное искусство, в частности памятники, которые создавались в это время, императорские монументы, были гораздо более скромными, чем в других европейских странах. Например, по сравнению с Германией, которая с 1871 года обрела статус империи. И здесь была некая соревновательность между Россией, Российской империей и Германской, молодой Германской империей. Я думаю, что Александр III осознавал эту соревновательность и сознательно, в общем, стремился к тому, чтобы в России также создавались очень интересные с художественной точки зрения произведения. Если говорить о монументальности, то она может быть присуща как светскому искусству, так и, безусловно, церковному искусству. И в церковном искусстве, конечно, это зависит от глубины веры. Если мы говорим о нашем средневековом искусстве, то, конечно, средневековое русское монументальное церковное искусство, имеется в виду и храмы, и церковные росписи, это явление мирового масштаба. То, что касается памятников, которые оставились государственными деятелями, здесь у нас в России, в эпоху Российской империи, разная степень церковности была в этой эпохе, да. Разная степень веры у людей была в этой эпохе, разная степень отношения, доверия к государственной власти была в этой эпохе. Почему именно перед Александром III происходит расцвет монументального искусства? Это только соревновательность вот такая самого императора с европейскими дворами, с Германией, или что-то еще внутреннее? Безусловно, это внутренние причины, которые лежали в основе этой по-настоящему монументальной программы. В общем, это был император, который сознательно, как может быть и Людовик XIV, король Франции, сделал ставку на развитие национальных талантов. Это была сознательная, абсолютно сознательная политика в области искусства, в том числе монументального искусства. Именно в эту эпоху сформировалась когорта выдающихся национальных скульпторов, русских скульпторов, которые, в свою очередь, имели учеников, которые работали уже в XX веке. И вот здесь мы видим преемственность между монументальным искусством дореволюционным и послереволюционным советского периода. Я имею в виду школу, прежде всего, Пименова, школу Микешина, такие имена, как Опекушин, Чижов, Лаверецкий, Изабелла и много других скульпторов, которые сегодня не каждый назовет. И вообще, это очень большая проблема с оценкой русского искусства, в том числе церковного искусства XIX века. Многие десятилетия нам внушали, что это искусство второго сорта, что это искусство эклектики, что это искусство в меньшей степени достойное внимания искусствоведов и ценителей искусства, чем искусство, скажем, второй половины XVIII и начала XIX века. И, конечно, искусство второго сорта по сравнению с знаменитым конструктивизмом и авангардом. Но это совсем не так. Если мы сопоставим, что я попытался сделать в этой книге, развитие монументального искусства, и не только монументального искусства, не только архитектуры и скульптуры, но и живописи, декоративного искусства, театра, то мы увидим, что это были явления абсолютно похожие с тем художественным процессом, который в целом происходил в Европе. И здесь Россия, может быть, только выделялась большим художественным качеством этих произведений. Поэтому то, что мы недооцениваем или недооценивали раньше искусство XIX века, это большое заблуждение. Но этот процесс, который происходил в Европе, это был уже секулярный, постцерковный, постхристианский даже процесс в уже нецерковной Европе. И Россия просто перенимала вот эту секулярность от другого мира? Нет, совершенно по-другому. Наоборот, в XIX веке, особенно во второй половине XIX века, мы видим взлет церковного искусства, православного искусства в России. Как реакцию может быть на секуляризацию в Европе? В значительной мере, наверное, да. Потому что ситуация в католической церкви была известна. Хотя и в общем в католической церкви существовали движения, в частности, бенедиктинцев. И эти движения поддерживались и королевской властью. Но, безусловно, Россия лидировала по масштабам церковного храмостроения, лидировала по масштабам создания церковной утвари, лидировала в области, в значительной степени по сравнению с другими странами, в области создания церковных интерьеров, облачений и так далее. То есть это была огромная и основательно забытая область развития русской культуры в целом. Потому что русское искусство XIX века – это не только светское искусство, это церковное искусство. И только сейчас, спустя почти 70, а то и 100 лет, мы начинаем по-новому оценивать это явление мирового масштаба. Как Вы считаете, Вы и как историк, и как архитектор, но прежде всего, и как церковный человек, как человек, который верит в Бога, у которого с Богом молитвенный диалог, как у каждого православного христианина, который видит скульптуру, например, Христа Спасителя в Рео-де-Жанейро и смотрит на нее, как на скульптуру Бога воплотить. Да, вот ему поставили. Пусть это католическая традиция, пусть это немножко культурно-инородное явление, но тем не менее это скульптура Спасителя, вот ее восприятие, восприятие религиозное. И человек, который смотрит на скульптуру светскую, царя-императора, православного царя, пусть, но все-таки вот разница восприятий, отношений, вот ваши, каково, скульптура Бога воплоти и скульптура царя-императора. Имеет ли право, вот с точки зрения православного христианина, его восприятия, его отношения к скульптурам, имели право этическое, вот эта скульптура на существование, историческая может быть, скульптура царя, но этическая, как вам кажется? В Старой России, когда проходили мимо статуи, скажем, царя-миротворца, люди крестились. Потому что, конечно, в России фигура царя – это фигура олицетворения власти от Господа. И русский император, русский царь, защитник веры. Концепция власти несколько иная, чем в Западной Европе. И в моей книге, я попытался это показать, скажем, в области церковного монумента нашла воплощение, еще идущее от Византии, идея царя-помазанника Божия. И лучшие памятники, которые создавались такими мастерами, как Апекушин, Чижов, Микешин, они выражали эту концепцию императорской власти, как правило, в момент коронационных торжеств, когда совершалось таинство помазания на царство. И здесь, конечно, образ православного императора в России был совершенно иным, чем в Западной Европе, где он носил более светский характер. Что касается той скульптуры спасителя, которая стоит в Рио-де-Жанейро, то это, конечно, христианская традиция, которая в других европейских странах, во Франции, например, где многие храмы именно в XIX веке увенчивались скульптурным изображением Богоматери. И когда фигура Божией Матери со Спасителем возвышается над городом, безусловно, это символ веры, это символ божественного покровительства этому городу. И, конечно, это благо для всех жителей этого города. Конечно, в этом смысле монументальное искусство несет ту функцию, которую оно и должно нести, так же, как любой православный храм. В России эта традиция не прижилась. Традиция создания монументов, создания таких иконографических изваяний, как в Рио-де-Жанейро или как в Европе скульптуры Богоматери, у нас скульптуры не ставят на улицы. Почему эта традиция не прижилась? Ну, здесь причины еще очень древние и глубокие. Здесь мы видим отличия между византийским пониманием церковного искусства, более плоскостным, более духовным, и европейским пониманием церковного искусства, более скульптурным, более рельефным. В этом смысле католическое восприятие мира можно, если так сказать, более материально, чем восточноевропейское, чем православное, которое более духовно, более близко к византийской традиции. И, конечно, для нас сооружение храма значит гораздо больше, чем любого извояния. Одна из ваших книг называется «Византийский стиль в архитектуре в России». Этот стиль проявился в чем? Наверное, не только в отсутствии скульптур Богоматери-Спасителя на наших площадях, но и в том, как строились храмы или в чем-то еще? – Безусловно, это первая публикация, которая позволила представить византийский стиль в русской, прежде всего, церковной архитектуре, как, я бы сказал, цивилизационное явление, как обращение к нашим корням византийским. Все-таки мы приняли христианство в ее восточной модели, в его византийской модели, в его модели, более близкой к первоисточнику. Все-таки даже в те годы западная церковь, католическая церковь несколько по-иному трактовала многие особенности христианской веры, которые выражались в искусстве. Я считаю большим благом для нашей страны то, что именно из византийских источников она черпала основы своей духовной жизни. И этот стиль, византийский стиль в архитектуре 19-го столетия и являлся выражением этой духовной преемственности. Надо сказать, что в 20 веке, когда разрушались многие православные храмы, именно этот стиль вызывал самую большую ненависть разрушителей. Потому что именно он свидетельствовал о вселенском характере православия и в значительной степени о православных источниках власти православного императора. Но как же так, Илья Ярославович? Ведь с одной стороны, вы же сказали, что как раз в эпоху Александра III был бум развития монументального искусства. В России появляются памятники именно государственной тематики, государственным деятелям. И в то же время, вот вы пишете, одна из глав византийский стиль в эпоху Александра III, что именно в эту эпоху церковное искусство, церковная архитектура развивается по примеру византийского искусства. Получается, что одновременно на территории Российской империи развивались два направления. Одно светско-государственное, другое церковно-монументальное, то, что касалось строительства храмов. Так ли это? Ну, в этом нет противоречия, потому что именно в этом состоит византийская традиция, в симфонии властей, светской, покровительствующей православию, и церковной, собственно, развития церковного православного искусства, архитектуры. Поэтому в этом нет противоречия. Более того, это имело изримое воплощение, когда монументы императорам сооружались не только на центральных площадях городов, но и сооружались подле православных соборов. И в этом тоже была византийская традиция, поскольку памятники императорам Византии, в Константинополе, например, также сооружались возле храмов. Можно вспомнить знаменитый памятник императора Юстиниана, который стоял около храма Софии Премудрости Божией, придворного храма и главного храма Европы, когда Византия была столицей православной Европы. Для Юстиниана это было органично, потому что он и был автором теории двух властей, симфонии двух властей, ну а все последующие, просто как те, кто воплощал и наследовал эту теорию, что касается России, например. Ну, в России власть, императорская власть очень изменилась на протяжении 19-го столетия. Конечно, была ли это симфония уже? В значительной степени к этому стремился Александр III. В значительной степени это ему удалось, хотя благодаря тому, что на протяжении его царствования не было войн, Россия не вступала в войны. И очень мудрым было завещание его сыну Николаю II. Если бы Россия следовала этому завещанию, то, может быть, и судьба нашей страны в 20-м веке была бы несколько иной. Судьба нашей страны в 21-м веке такая, какая она есть. Монументальное искусство никак пока не отражает тех реалий, которые сегодня мы имеем. То есть не ставит памяти к царственным музеям. А я с вами не соглашусь. Я считаю, что искусство наших лет очень точно отражает ситуацию в целом в нашем обществе. Посмотрите на площади наших городов, что сооружается там. Посмотрите на художественное качество тех памятников, которые... Да не только памятников, а просто монументальной скульптуры, которая возникает на площадях многих городов. Но больше возрождают сейчас исторические памятники. Нет? Ну разве есть памятники, какие-то губернатору не ставят? Президенту точно не ставят на площадях. Ну, вы знаете, на самом деле... Это не демократическая традиция просто. Для меня в значительной степени важно качество художественного произведения. Если будет поставлен выдающийся памятник по своим художественным качествам кому-либо из наших губернаторов, ничего плохого в этом не будет. Главное, чтобы человек был достоин. Вспомним, например, в Петербурге замечательный памятник скульптора Томского Киров. Выдающееся произведение. Сегодня мы по-разному можем относиться и к личности Кирова, и вообще к деятельности коммунистической партии. Но, безусловно, талантливое решение этого памятника. И ничего с этим не сделаешь. Более того, он очень хорошо стоит в новом районе, который в те годы создавался. И он останется, безусловно, в истории своей эпохи, как памятник этой эпохи. Другое дело, что сегодня, безусловно, сооружается много памятников невысокого художественного качества. В этом состоит проблема. Юрий Васильевич, даже если это памятник высокого художественного качества для вас, как для человека церковного, насколько этот памятник, например, Кирова, соответствует ценностному отношению вашему к жизни, к этой, к земной, насколько он соответствует тем реалиям, которые должны были бы быть здесь, у нас, в России, реалиям ценностным, этическим, церковным и прочим. Нужен этот памятник, даже высокохудожественный? Вот как вы считаете, нужны нам памятники Кирова, Ленина, которые еще есть по некоторым городам? Нам нужен мавзолей, который тоже является памятником? Да или не является? Да, да, мавзолей, конечно, объявлен памятником, как и многие памятники, как и многие здания этого времени, советской эпохи. С церковной точки зрения нужно это? Как вы считаете? С церковной точки зрения? Я думаю, что с церковной точки зрения, конечно, Красная площадь – это святое место для русского человека. И, наверное, в будущем ансамбль Красной площади изменится. Но для этого нужна политическая воля. Что касается сегодняшних тенденций, то, безусловно, требуют восстановления те памятники, которые существовали в российских городах. Потому что в XIX веке это были единственные произведения монументального искусства, которые появлялись в те годы. И, безусловно, это были памятники высокого художественного качества, которые необходимо восстанавливать. То же самое касается и храмов. Не только византийского, но и русского стиля. И они были прекрасными, выдающимися произведениями архитектуры, и они нуждаются в своем восстановлении. Что касается памятников XX века, то нам не вычеркнуть его из истории. И здесь, конечно, нужен очень индивидуальный подход к тем произведениям, которые создавались в XX веке. Нужны ли они сегодня? Никому не надо. Я думаю, да. И тут нужен очень индивидуальный подход. В значительной степени та программа, которая была связана с возведением памятников Ленину в XX веке, она строилась на полном отрицании той программы. А это была очень значительная программа. До дореволюционных годов было поставлено около двух тысяч памятников императорам, в основном Александру II. И для того, чтобы придать забвению эту программу дореволюционную, и была предпринята совершенно иная программа, в следующем году исполняется 400-летие царствования дома Романовых. И вы прекрасно помните обелиск, который стоит в Александровском саду, обелиск, который был построен в честь 300-летия дома Романовых. И я думаю, что лучшим памятником к 400-летию было бы восстановление этого обелиска. Ну и, наверное, лучшим памятником для православного христианина, может быть, на Красной площади, был бы памятник поверженному тщеславию. Такой собирательный образ смирения человеческого. Спасибо за участие в этой программе. Спасибо, спасибо. И всего самого доброго. До новых встреч. Пусть Бог вам поможет в ваших научных трудах. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо.